Сейчас будем немножко открывать шармон, что называется. Как вам все? Мы договорились, что у нас радио-ома распространяется бесконечно. Прослушать может любой, понять может любой. Да? Договорились. Договорились. А Wi-Fi тоже строится ли как? Ну, конечно. Тоже самый ключ используется для шармон. Слава. Конечно. В независимой Wi-Fi, если вы обратите внимание, у вас будет написано, что в запасности нет. А, то есть используется для шифрования как раз тапороль? Ну да. А-а-а. Да, именно поэтому и пишут, что там незачащенные. Да. Случший, кто хочет, что у вас есть в чистом виде. И дальше это зависит только от того, шифрованные ли у вас рабочие соединения. Скажем, если вы работали с Facebook, ну, я не знаю, просто в других сетях, там можно выбрать, если вы работаете только по HTTPS. В этом случае вы включаетесь через незащищенную сеть, в каком-то открытый hotspot, но ваша связь с сервером все равно защищена. Понятно, да? Поэтому нужно очень осторожно включаться в места, где Wi-Fi запроем. Да. Это во-первых. А во-вторых, при любой возможности работы через сомнительные каналы связи использовать шифрование. Тот же сам СССР. Если это возможно. С почтой, с социальными сетями, с интернет-магазинами обязательно. Без вносительного метаблога, где вы на поезде хотя бы у себя идете. Если не предлагают шифрованные соединения, я буду задержаться. Для финансовой транзакции, подчеркиваю, просто просмотров товара и тому подобное, можно делать без шифрования. Хорошо? А если используют, там не базовая карточка, а другие системы оплаты? Киви, допустим. Ну, если у вас оттуда собрут. Ну, вот, допустим, первая защита. Там у меня лежат не все деньги, а довольно мало. Да, можно, конечно. То есть, первое, там вроде бы, чтобы снять деньги, нужно на сайте Киви вот идти и подтвердить еще. Да. А там точно еще на соединение. Это дополнительная защита. Да. ИСМС-ка там приходит, короче, нормально. Согласен. Давайте по поводу радиосигнала. Мы знаем, что он распространяется бесконечно, что антенна достаточного размера может поймать сигнал на расстоянии практически любого. Скорость света на время распространения. А можно ли сделать так, чтобы наш сигнал нельзя было перехватить? Ну, он цифрован и все. И перехватник. Ну, цифрова ломается. В конце концов, пеленгуются. Если говорить про военные дременины. Можно ли сделать источник сигнала, который даже нельзя запеленговать, но который работает, с которым можно связаться? Вот два окна. Радиосигнал. Можно ли сделать источник сигнала, радиосигнал, который невозможно даже запеленговать? Не то, что перехватить. То, что он еще. Ну, возможно. Возможно. Ну, если спрашивается, наверное. Как? Как? Какой? Какой? Ну, если не сейчас будет. Скачущая частота по известному алгоритму, что присутствующий приемник знает, как скакать. Зайчики прыгают. Зайчики прыгают. Нет, ну, можно передавать. Сейчас и крутят. На одной частоте потом перепрыгнут, на другую, на третью потом. Так вот, так, так. Без разницы. Надо сначала передать алгоритму в худею. Надо, как-то говорится, на все алгоритмы. Но все равно можно найти, откуда идет. Ну, там, в какие-то странные курсы, раз, там, две-три минуты, этих частот может быть очень много. Скажем, в полосе МГц, это, скажем, 100,000 по килогерцам. Сколько у нас получается тут? Тысяча. Тысяча. Это герц, а не герц. Анекдот про начинающего и законченного. Нет, чем отличается водитель от программиста? Нет, там, вроде, ну, я слышал, там, чем начинается начиняющий, что вы вместе закончили. Чем отличается водитель от программиста? Водитель думает, что в байде тысячи, а в программисту верю, что имеет 10-20-7 метров. Чем они похожи? Оба неправы. Вот так вот, можно скакать по участок. Хорошо. Ну, как совершенно верно было замечено, в конце концов, кто-нибудь заметит, что там чуем-нибудь тикает. Что еще можно покакать?